Гиперзвуковое оружие России. А мы ведь предупреждали НАТО, но они смеялись? Ссылка на источник находится в описании под этим видео, а я вам говорю, поехали. Хотелось бы напомнить, перед тем как я начну, что 1 марта 2018 года в послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию было анонсировано вооружение, которое могло только присниться нашим западным партнерам, в кавычках. Только могло присниться в самых страшных снах. Стиль подачи данной информации и сама новость, ставшая совершенно неожиданной для Запада, все это спровоцировало у Запада реакцию неизбежности. Дикой, дикой неизбежности. Сначала было отрицание. Это всего лишь, мол, мультики Путина с графикой 70-х годов. Очередная русская страшилка, русская байка, которая не имеет ничего общего с настоящей актуальной реальностью. Но, но, тем временем интернет заполонили подобные карикатуры. Вроде как Путин сошел с ума и несет лютый бред на весь мир. Однако в июле 2018 года американских экспертов пригласили посмотреть ракетный комплекс «Авангард». И увиденное собственными моргалами поразило их настолько, что отрицать проблему дальше уже было совершенно бессмысленно. А миру пришлось осознать факт того, что мультики Путина, в кавычках, это на самом деле технологии, которым Запад еще совершенно не располагает. Что было дальше? Затем последовал гнев. Бывший теперь уже президент США Дональд Трамп объявляет, что русские украли секреты американцев и на основе именно их американских достижений, их технологий создали свои подделки и только США располагают на самом деле супер-пупер ракетами с запредельными характеристиками. Что было дальше? Третья стадия это торг. США и Великобритания, они лоббируют в ООН запрет на гиперзвуковое вооружение, приравнивая его опасность к таким же запрещенным видам оружия, например, как биологическое или, если хотите, химическое. Но добившись успехов, точнее в кавычках добившись, вы должны меня понимать, США выходят из договора РСМД, этот договор хочу напомнить о ликвидации ракет средней и малой дальности и выражают нежелание дальше продолжать разговор о СНВ-3, то есть о договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. А что было дальше? А дальше была четвертая стадия. Депрессия. Западная депрессия. Разработки западных аналогов гиперзвуковых ракет проваливаются одна за другой. Увеличение финансирования никак не сказывается на прогрессе в этой сфере. И приходит следующая стадия. Это смирение. США признают свое отставание в гиперзвуковых вооружениях уже официально. Они признают все это на уровне публичного заявления. Мир принимает факт лидерства России в технологиях гиперзвука и в передовом вооружении. Поэтому здесь наши партнеры, в кавычках опять же, начинают понимать, что Россия будет новым гиперзвуковым, короче говоря, игроком в данной технологической области. И что за Россией? Налицо прорыв. Но почему США настолько сильно отстают в технологиях гиперзвука? Очевидно, что сегодня просто разогнать боеголовку до скорости 15, а даже может быть 20 махов, это не проблема, казалось бы. Проблема именно в управляемом полете на подобной скорости, при которой сам боевой блок раскаляется до 1500, а может быть даже 2000 градусов Цельсия. Фактически аппарат окружен низкотемпературной плазмой, физические свойства которой препятствуют прохождению радиоволны. И маневрировать в плазменной оболочке, это на самом деле для физика, поверьте, очень серьезная и тяжело разрешимая задача. И что в итоге? А в итоге в реальности гиперзвуковое вооружение существует пока что только у России. И весь остальной мир очень сильно отстает по этим технологиям. Кроме этого, у России есть такие системы вооружения, как пересвет, посейдон, буревестник. И все это заставляет мир глубоко задуматься о том, а стоит ли рыпаться вообще по отношению к России матушке. А ведь еще в 2004 году Путин предупреждал НАТО, что Россия ответит, она ответит на угрозы со стороны Альянса и не очередной какой-нибудь там гоночкой вооружения, а новым видом вооружения. И тогда это вызывало лишь ироничную улыбку и смех. А сейчас зарубежные партнеры вынуждены утереть свои собственные сопли.